Лишать ли себя неприкосновенности? Выбирать ли себя по-новому и как по-новому лечить украинцев? Это сегодня должны были решить нардепы. В парламенте сегодня кипели и страсти, и работа. Палатки возле Рады, хорошая мотивация и народные избранники усердно жали на кнопки. Что удалось принять далее в материале. Сегодняшний день в парламенте расписали по часам, чтобы и требования правительства учесть, и об ультиматумах улицы не забыть. Близко 10.50 и 11.00 мы сможем выйти на голосование по медицинской реформе. О 12.30 мы сможем выйти в два законопроекта про скасывание депутатской неонатурканности. На вечернем заседании по плану законы об изменении избирательной системы. А пока оперативно рассматривают поправки к медицинской реформе. Их осталось около сотни. За час утрясли все. И к полудню на табло результативное голосование. Медреформу приняли. 240 за решение принято. Мы могли ничего не сделать и терпеть вот это заболевание, которое есть в украинских лекарнях. А сегодня мы начинаем важную работу. Премьер, СОО, министр здравоохранения не скрывают эмоции, да и депутаты, которые отстаивали реформу в предвкушении перемен. Мы вернулись к тому, что на сегодня никаких співоплат нет, и это единственная программа, где все будет бесплатно в рамках программы. Так вот, когда говорят про тариф, про співоплату, это все была провокация направлена на то, чтобы сборить общество. Нарешті, Украина прощается с радянским законодавством системы охороны здоровья. А теперь очень важным будет, каким образом уряд Министерства охороны здоровья, премьер-министр Украины будет реализовывать этот законопроект. Но ликуют только те, кто голосовал за медреформу. Другие фракции твердят о рисках. Для тех людей, у которых денег нет, этот закон открывает возможность только получать бесплатно знеболение перед смертью. Он абсолютно антинародный. Кроме того, что он забирает деньги у граждан, приведет к закрытию лекарей и скорочению медицинских работников. Этот законопроект не отвечает конституционным нормам, что он несет разбежности и риски. Скорочение медицинского персонала, не обгрунтованного закрытия медицинских закладов. На практике сегодня я хочу сделать, чтобы на селе семейный лекарь укладывал договор с каждой человеком и за это получал около каждой человек 300 гривен. Мы считаем, что этих денег не будет хватать. Те, что они сегодня создают СОВ, центральный орган, на который они забирают около 80 миллиардов денег и забирают последний грамот субвенцию. Эта реформа нацелена на единую. Дерибан государственного бюджета, узурпация десятков миллиардов гривен, установление контроля над лекарными закладами. И очень прикро, что отдельные политические силы, которые рвут сорочку на трибуне Верховной Ради, сегодня поддержали эту медицинскую реформу. Я говорю про радикальную партию Ляшка. Они сегодня дали недостающие голосы для того, чтобы она была проголосована. Но времени на долгие трактовки у парламентариев нет. Впереди еще вопрос о депутатской неприкосновенности. На повестке два законопроекта. Президентский, который отменяет иммунитет с 2020 года, и депутатский, который лишает нардепов статуса неприкосновенных немедленно. Мы обговорили законопроекты, которые касаются недоторканности. Фракция полностью поддержала принятие закону 7203, который внесен президентом Украины. И я хочу напомнить, что это постоянная позиция президента Украины. Там отличность не только в термине, там отличность в том, что один законопроект вносит замены до статьи, а другой выкладывает эту статью в новую редакцию. Сегодня мы поддерживаем направление в Конституционный суд по проверке законопроекта о недоторканности с депутатами. Но в другом читании мы будем голосовать только тогда, когда будет остаточный закон про внесение недоторканности с президента, с судов и с депутатами вместе. Справедливость должна быть для всех. Это наша позиция, мы ее поддерживаем. Мы против створения окременного антикоррупционного суда. Мы слышали людей, которые считают, что судовая система вся должна быть изменена. И поэтому мы голосовали за измену всей судовой системы. А если брать логику инициатором этого законопроекта, тогда нужно створить еще суд для карманников, для домашних, для депутатов, для войсковых, для еще кого-то. О снятии неприкосновенностей сейчас речь не идет. После бурного обсуждения практически весь зал проголосовал за то, чтобы оба законопроекта направить в Конституционный суд на проверку. Именно там должны решить, соответствуют ли документы законам Украины. И только на следующей сессии возможно новое голосование. Но устроит ли это участников акции вопрос. Если люди сейчас разъедутся, если люди сейчас скажут, что мы победили, ура, завтра про это голосование забудет и Конституционный суд, и Верховная Рада. Так уже не один раз было. Поэтому я думаю, что тиск, увагу людей, вимогливость людей на самом деле нужно увеличивать. Люди, которые под парламентом собрались, требуют негайно принять закон о выборе до Верховной Рады на пропорционной основе с открытыми списками. Сейчас действует закон Януковича о выборе до Верховной Рады, где 50% складывают мажоритарные депутаты. А это подкуп выборцев, это коррупция, это покупка голосов, а не реальные идеологические соревнования. Законопроекты, которые призваны изменить избирательную систему, сегодня тоже в зале в трех вариантах. Но их обсуждали уже после обеда.